Доброго прекрасного вам утра! Новое утро продолжает эфир Первого городского. И в ближайший час с вами проведем ММИ. Это я, Сергей Гутеров, и моя очаровательная соведущая Ирина Черней. Сегодня среда, 9 сентября. Продолжаем жить в период ограничений. Не строгих, конечно, но тем не менее. В выходные дни все закрыто. Следовательно, все дела необходимо делать в будни. Но как все успеть? Нужно выстроить правильный тайминг. А поможет вам в этом правильное понимание себя. Чакра-анализ, ароматерапия, нумерология, говорят, дают ответы на многие вопросы. Обсудим эту тему сегодня с нашими гостями, которые постоянно обучаются. Кстати, еще поговорим о том, чему наши гости обучились в период пандемии. Какие новые способности в себе раскрыли. Ведь время было много. Чтобы не скучать, а научиться, к примеру, шить или вязать. Или же обучить своему репесту других. Кстати, мы в медиахозинге тоже решили взрастить свои кадры и открыли школу журналистики. Где на практике покажем, как работать на камеру, писать закадровые тексты, снимать сюжеты и записывать интервью. Готовиться к нему, подбирать спикеров и избавим вас от растерянности и страха перед камерой и публикой. 2 сентября мы знакомились с новичками, а в понедельник прошло их первое занятие. Занятие проходит в 3 раза в неделю, 2 месяца обучения, и вы будете знать все азы журналистики. А пока полистаем дневники школы журналистики и узнаем, что рассказали во время первого урока. Студия медиахолдинга «Рика» — это святая святых. Всех, кто приходит к нам на запись интервью, сразу поражаются объемами телевизионного павильона. Ведь наша студия — это просто огромнейшая мастерская, где мы записываем сразу несколько программ. Новости, интерактивную программу «Из первых рук», утренний проект, шоу-программу «Энергия удачи». И даже розыгрыши наших партнеров и спонсоров проходят здесь же. Обязательно нужно читать вслух. Каждый день минимум 2 страниц. Конечно, и наших учеников школы журналистики тоже поразила студия. Один из организаторов школы-телеведущая Салтанат-Унгар во время экскурсии по медиахолдингу показала, как выводится текст для суфлера. Какая педаль отвечает за текст? Ведь у нас, как в автомобиле с автоматической коробкой передач, есть педаль газа и педаль тормоза. Далее после студии стали подниматься все выше по этажам. Побывали в отделе маркетинга. Не обошли кабинет, где создаются телевизионные проекты, где выставляют видео и собирают их, а также доводят до логического завершения. Ведь телезритель видит конечный результат. Но для создания даже одного ТВ-проекта затрачиваются огромные ресурсы. Сегодня у нас была экскурсия по телекомпании. Мы показали студию, программный отдел, рекламный отдел, службу информации. То есть именно те направления, которые работают у нас ежедневно и в постоянном конвейере, создают ту телевизионную продукцию, которую зрители видят на экранах каждый день. Для нас интересно, как оценивают люди со стороны. Поэтому, когда они первый раз приходят в телекомпании, то, безусловно, на них самое большое воздействие оказывает студия. Потому что увидеть эти прожекторы, эти камеры огромные, сесть за стол и осознать. Я помню, когда я была на «Голосе Америки», то мы тоже все взрослые люди, мы все садились за стол ведущего. И все, как маленькие дети, там хотели сфотографироваться. Ну и поэтому я очень хорошо понимаю, когда люди себя ощущают на этом месте. И, может быть, как раз это первый шаг к тому, чтобы дальше этим заниматься. У каждого из СМИ холдинга «Рика» есть своя специфика, есть свое место определенное, есть своя редакция, офис. И вот в этом тоже уникальность нашего холдинга, потому что далеко не все СМИ сейчас имеют свое здание, свою производственную базу, возможность работы в нескольких направлениях. И, пожалуй, мы хотели бы, чтобы именно на это обратили внимание. Третий этаж стал последним во время экскурсии. Ведь именно здесь находится программный отдел и информационный отдел, где создаются новости. Мне хотелось бы рассказать о том, что сейчас нужно быть универсальным журналистом. То есть, конечно, человек, который проходит этапы все, то есть он и на телевидении работает, в газете, и на радио, он понимает, что в каждом из этих направлений надо работать по-особенному, что здесь нет единого какого-то рецепта, единого стандарта. И сейчас еще прибавились социальные СМИ, и мы, конечно, вот в этом активно очень работаем, и там еще пока учимся. СМИ, 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 СМИ. по адресу улица Казиржубановой, 13D, офис 14, телефоноделопродаж 8776-207-0404. Также обо всех новостях вы узнаете из их инстаграма kassimgroup.oktube и на их официальном сайте abroikassimgroup.kz. А на их YouTube-канале вы можете наблюдать за этапом строительства, а также как счастливо заезжают новоселы. Мне кажется, это так здорово, когда ты можешь наблюдать за тем моментом, как строится вообще твоя квартира. Да, конечно, почему нет? Также нашим партнером является профсервис проф, нижнее подчеркивание, сервис 1 по адресу микрорайон БАТЭС-2, дом 19, В, офис 86, номер телефона 8771-858-9923. Все подробности по телефону. Да, друзья, кстати, вот всегда задается вопросом, где купить недорого. А все недорого можно купить к школе, конечно же, в магазине для всей семьи под названием Мегапланета. Более 100 тысяч наименований товаров и аксессуаров. У них часто проходят акции и скидки от 10 до 50%. Скидочный товар вы можете найти в торговом зале, выделенном желтыми ценниками. Сеть магазинов Мегапланета расположена по адресам улицы Братежубановых, Жубановых, 308А, остановка Клеммкомбинат, по улице Есетбатыр, 99В, и также 12 микрорайон, это супермаркет Дина на втором этаже, в 11 микрорайон в торговом центре Ак-Тюбе-Ажары. Сегодня мы говорили о том, чему можно научиться во время пандемии. И вот школа World Stars Ак-Тюбе обучает тоже, но только детишек. Сейчас я предлагаю посмотреть нашу традиционную детскую рубрику. Лизат, у меня к тебе вопрос. А как ты думаешь, как учиться лучше? Дистанционно? Дома сидя перед компьютером? Или же все-таки лучше пойти в школу и встретить своих одноклассников? Как ты думаешь? Я думаю, что в школу пойти. Для чего ходить в школу? Вот все говорят, что лучше дома посидеть. В чем хочешь можно посидеть. В тапочках, например, в шортиках. Да, только одеть белую блузку. И все. Зачем школа нужна? Может, она вообще не нужна? Она нам нужна, потому что там одноклассники, друзья. И все? И еще на переменах можно с одноклассниками поиграться, а потом заниматься, рисовать. И еще на переменах можно с одноклассниками поделиться едой, у кого нету. Какая ты молодец. Нуртас, как ты думаешь, готов ли ты учиться дистанционно? Или же все-таки пойти лучше в школу, в дежурный класс? В школе лучше. Ну что хорошего в школе? Может быть, дома лучше? Заниматься в вискультуре. Ланочка, какую ты представляешь себе школу? Что там интересного и хорошего в этой школе? Там есть первоклассники, учителя, там дают кушать, там есть доска для нас. А как ты думаешь, вот все говорят, и вообще в этом году будет дистанционное обучение. Но ты идешь в дежурный класс, да, где ты увидишь и доску, и учителя. А как ты думаешь, те детки, которые будут сидеть за компьютером и учиться у компьютера, им будет учитель объяснять все знания, передавать, получается, по компьютеру. Это хорошо или же все-таки лучше увидеть учителя вживую, поговорить с ней, увидеть своих друзей-одноклассников? Как лучше? Или дома сидеть, учиться по компьютеру? Лучше увидеть учителей и первоклассников. Привет! Привет! Как тебя зовут? Меня зовут Урана. А сколько тебе лет? Три. Три или четыре? Четыре. Четыре, молодец. Туран, а что ты слышал о школе? Что такое школа? Это в школе там учатся, и еще песни поют, и еще спят, спят, то есть еще гуляют они, и еще там играться с игрушками. Это, кажется, все про садик мне рассказал, да? О школе. Ты видел когда-нибудь учеников, которые идут с рюкзаками, тяжелыми, добираются до школы, а потом после школы делают уроки? Видел такое? Да. А как ты думаешь, где учиться лучше, когда ты дома сидишь и учишься за компьютером, дистанционно, или пойти в школу к своим друзьям? Я люблю своих всегда друзей, но я иногда хочу другой садик, и хочу еще стать большим. Большим? Для чего? Чтобы пойти в школу? Нет, чтобы на работу пойти. Зачем в школу ходить? Правильно. И учиться не надо, и не дистанционно никак, да? Просто сразу пойти в садик и работать. Ага. А куда ты пойдешь работать? Кем будешь? Я военный. Ух ты! Защищать нашу родину будешь? Ага. Какой ты молодец. Ну, с таким защитником нам ничего не страшно. Мольдор, какую ты представляешь себе школу? Я красивую, которой там будут добрые учителя, и там будут добрые дети, и будут всегда такие добрые. То есть ты собираешься пойти в школу, сидеть за партой, выходить к доске, отвечать учителю на вопросы? Да. Может быть, мама тебя записала в дежурный класс? А что это такое дежурный класс? Да, этот вопрос, наверное, многие хотели бы, дети, узнать. Что это такое дежурный класс, а не обычное школьное образование, да? А ты слышала о дистанционном образовании? Я нет. Нет, и лучше о нем вообще не слышать, да? Потому что многие учителя против все-таки дистанционного обучения. Но что мы поделаем? Что это такое? Вот представь. Представь, как лучше учиться в школе, сидя за партой, или сидеть дома, сидя перед компьютером, когда тебе учитель объясняет, новые знания ты получаешь через компьютер, или лучше получать их в школе от учителя из уст в уста? В школе. Почему ты так думаешь? Потому что там дети, там можно перемене играться, и потом с ними веселее учиться. Джамиля, скажи, пожалуйста, ты знаешь, что такое школа с первого класса, да? И как лучше учиться в школе? Дистанционно? Или же все-таки посещаешь школу? Лучше посещать школу, потому что там веселей, и учитель больше знает. Учитель больше знает, сможет тебе больше объяснить? Да. Ну вот ты последние четверть занималась дистанционно. И ты можешь сравнить. Как было лучше? Тебе было дистанционно все понятно обучение, или же что-то непонятно? Ну, мне было немножко непонятно, но мне мама немножко помогала, но лучше учиться в школе. А что еще в школе интересного? Там много друзей, а в дистанционное обучение там мало друзей, и вообще нету. Ты только сам учишься, а в школе там много друзей, можно на переменах играть. Скажи, пожалуйста, вот про физкультуру, которая проходит дистанционно. У тебя была физкультура? Нет, не была. Ну, я тренировалась. Ну, ты сама спортсменка, это понятно. Но как ты думаешь, как ты считаешь, физкультура лучше в школе, чтобы проводилась? Учитель, чтобы показывал все упражнения, как нужно? Или же все-таки дистанционно, по компьютеру, когда учитель объясняет, можно заниматься физкультурой? Нет, лучше тренироваться в физкультуре в школе, потому что там и можно играть с друзьями, всякие игры, баскетбол, волейбол. Ее там лучше объясняют, чем по компьютеру или по телевизору. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Новое утро продолжается. Друзья, хорошего вам настроения. Я с удовольствием представляю вам сегодняшнего нашего гостя. Это Акула Гайдаровна Зенилова. Магистр медицинских наук, директор медицинского центра Восточной медицины. Все правильно, Акула Гайдаровна? Не напутала ничего? Здравствуйте. Здравствуйте. Плюс еще вы астролог, таролог. Продолжайте дальше сами. Астролог, инструктор по петахиленку. Я всю жизнь обучаюсь и я буду обучаться. Вот недавно только поступила в психологический факультет, в петахиленский университет. Надеюсь, и моя помощь будет... Вы будете потом как психолог уже, да? Конечно. То есть уже квалифицированно. Если так, вы можете просто на уровне своих знаний давать какую-то информацию, но чтобы быть психологом, надо, наверное, все-таки быть с дипломом, да? Да, конечно. Так, чтобы уже точно. Не сертификатом, как говорят. Вот отличие сертификата и диплома. То есть все мы, наверное, в душе где-то психологи, что-то можем, но тут можно еще что-то и натворить такое. Поэтому надо, чтобы все было... Да, да. Так, под контролем, да, будем говорить. Я всегда за науку. Да, да, вы всегда за науку. Это точно знаю, я вас обожаю. Всегда, если какой-то совет, где-то что-то, надо обратиться всегда к вам, потому что у вас настолько широкий спектр ваших знаний, что можно получить абсолютно все. Ну, давайте вот, наверное, о каждой вашей сфере по чуть-чуть расскажем, чтобы зрителям было интересно, и чтобы они вообще понимали, о чем мы с вами говорим. Тем более, недавно вы окончили курсы по чакроанализу, да, то есть это дополнительная такая вот бусинка на вашем ожерелье, будем так говорить. Что это дает? Ну, и давайте обо всем по порядку. А то я могу много говорить. Да, конечно. В первую очередь я врач. Когда ко мне приходят пациенты, я хочу помочь. И в восточной медицине гласит, да, мы должны лечить не только физическое тело, да, мы должны лечить и психику, да, дух, душа и тело. Она вместе идет, да. И когда вот пациент садится передо мной и начинает рассказывать, да, о своих проблемах, я всесторонне стараюсь подходить, да, понять человека, какой характер человека. И в какой-то степени я буду помогать, как глубинно, да. И даже сам Гиппократ, он сказал, каждый врач должен быть психологом, астрологом, да, подходить разносторонне, то только тогда мы сможем квалифицированно помочь каждому человеку. Я с вами полностью согласна, потому что бывает, что лечат, 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 и не могут никак вылечить. А все дело в психосоматике, да. То есть надо немножко поработать с душой, что-то как-то с настроением, и все будет, ну, относительно замечательно, да. Да, конечно. Поэтому я и глубинно изучаю вот эти все древние науки, та же астрология, да, литическая астрология, как вы... Мне кажется, это так сложно, это безумно сложно, да. Ну, возможно, но Бог мне дал такую возможность, да. Вот я с детства мечтала стать врачом, и в то же время и детстве я стала уже интересоваться разными смежными науками, да, как и нумерологией, как и астрологией. Она и годами накапливается. Даже в Индии люди годами учатся, у них по династии передаются вот эти все знания. И поэтому это не гадание, это не как... Кстати, многие путают, да, многие говорят, что, ой, что это? Это вообще нет, это не правда, и не пойду, и никогда не буду. Пытаешься объяснить, что это не гадание, это реальная наука, да, но не каждый понимает это, не каждый. Да, конечно. Проводятся различные научные исследования по той же даже ведической астрологии, по западной астрологии. Есть огромная база данных, биография известных людей. Мы на их примере учимся, анализируем, какая планета, за что отвечает, да, и расположение планеты в различных домах отдают, да, это различные коллективы нации. Ну, действительно, это такая наука. Даже защищаются дипломы, да, вот даже за рубежом, вот даже Англия, астрология, нумерология, хиромантия, они уже возникли ранг наукой. Поэтому я тоже человек такой, с кипической настроенной, если что-то не так, то я дальше не буду изучать, да, эту методику. И то, что мне нравится, когда я разносторонне подхожу, это та же, когда человек ко мне обращается, я не только по астрологии смотрю, да, я открываю и делаю расчеты по нумерологии, даже по чакроанализу, да, как раз. Посмотрите, чакроанализ, да, человек обращается, говорит, вот, ну, что-то, вот, допустим, у меня там не то, да, в сфере, там, работы, личной жизни или еще где-то. Вы как-то корректируете, то есть вы принимаете запрос, вы его обрабатываете, что-то там высчитываете, вот, и потом вы уже даете какое-то направление, как человеку действовать. Либо вы просто даете характеристику и, мол, как хочешь, так и живи с этим. Нет, нет. Люди же, когда обращаются к нам, да, к астрологам, к астрологам, именно, они не с хорошей жизнью обращаются, если так посмотреть, да. Ну, что-то беспокоит, в любом случае. Да, что-то беспокоит. Да, это проблема, да, боль. И человек не может найти себя. И когда они обращаются ко мне, мы вот это смотрим и даем рекомендации дальше, как жить, как исправить. Если я на тальной карте вижу какие-то блоки, убеждения человека, я стараюсь помочь, да, направить на правильное русло. А, конечно, менять свою жизнь или нет, это уже право выбора каждого человека. Согласна, каждое ответственное, да, за свою жизнь, за свои поступки. Хочет человек развиваться, он будет, да, прорабатывать. Помните, вы давным-давно рассказывали про такой случай, когда девушка не могла найти себя или что-то там у нее блок был в финансовых моментах. И когда вы все прочитали, вы поняли, что она далеко там не бухгалтер, не экономист, да, что у нее более творческая профессия. Да, да, таких случаев очень много. Поэтому вот та же девушка, да, когда вот пришла, она ко мне совершенно потерянная, да, не знает, не может найти смысл жизни. Она что-то делает, но что-то не то, да, вот она чувствует. Конечно, да, и финансово, да, не может себя обеспечить. И когда я смотрю, я говорю, вы, пророжденный дизайнер, да, именно, как вы могли бы стать архитектором. Она чуть плача говорит, что я именно хотела этого с детства. Но мои родители сказали, что, ну, девушка не может стать архитектором или где-то лучше. Ну, какие-то вот такие, да. Иди там, будь экономистом, там как бы выгодно. Но человек, когда не живет и работает не по призванию, то нет такого внутреннего счастья. Человек всегда ищет. И когда обращаются люди к астрологу, между прочим, к квалифицированному астрологу, не просто там, есть такие тоже шарлатаны. Вы знаете, да, мне кажется, вот таким моментом можно очень здорово подкосить свою судьбу, свою психику, свое сознание и подсознание, если это будет какой-то шарлатан. Сказал, человек поверил. Ну, на самом деле, да. Ну, конечно. К этому, мне кажется, настолько надо подходить осторожно и грамотно и знать, друзья, к кому обратиться, потому что в городе у нас не так много хороших, квалифицированных, ну, по крайней мере, вот насколько я знаю, это вот Аку и еще несколько человек, которые могут, да, что-то донести, рассказать. Поэтому, если мне что-то надо, Акуга, я обращаюсь к вам и знаю, что вы всегда очень четко, очень верно направите. Спасибо. Это и требует, конечно, и огромных вложений, и не только финансовых, но и душевных, эмоциональных сил. Когда человек приходит и просит помощи, то, входя в его положение, хочется найти, да, и когда ты видишь в натальной карте, либо там в различных расчетах, да, я люблю сочетать, да, разные методики, и когда уже ты даешь какие-то рекомендации, ты всегда ответишь. И когда человек, выполняя эти рекомендации, выходит на свой путь и начинает зарабатывать, и отношения, да, будут улучшаться. Конечно. И не только здесь, в финансовом плане, и у человека здоровье улучшается, да, поэтому... То есть все сферы жизни, они начинают как-то прокачиваться, да? Да, колесо баланса, да. Вот так оно называется, да. Как есть колесо кармы, да, так есть и колесо баланса. Когда вот тянешь за одну нить, да, от человеческой судьбы, и начинает гармонизироваться и другие области. То есть это вот как бы распутываешь, да, что-то вот начинаешь медленно-медленно и глубоко... А когда что-то не так, ну, как в жизни, хоп, глубоко запутался, и все, и хаос начался, хаос. Сейчас вот во время пандемии, да, многие люди потеряли, да, вот свой смысл жизни, многие остались безработными, да, и они не знают, куда пойти, как дальше реализоваться. И моя задача – помочь таким людям. Вот когда люди приходят, я вот открывая карту, натальную карту, да, это как короскоп, да, западной астрологии, я говорю, вот ваши слабые и сильные, да, стороны, вот ваши, где вы могли бы реализоваться дальше, да, откуда ваши финансы будут приходить, либо сейчас родители, да, более осознанно приходят, они уже выхитывают матрицу своих детей, да, чтобы как дальше направить. И когда вот эти... В чем развивать, да. В чем развивать дальше, какие игрушки отдавать, да, либо многие приходят, есть такое направление, как медицинская астрология, да, посмотреть, вот, что с моим здоровьем, что мне укреплять, да, в каком направлении мне двигаться. То есть даже есть такое понятие, как медицинская астрология. Первый раз, честно говоря, слышу. Это так, мне кажется, интересно. А самое главное – это очень и очень нужно. Как говорят, вооружен, значит… А, предупрежден, значит вооружен, да, на самом деле. То есть если ты уже знаешь свои какие-то слабые, сильные стороны, ты что-то будешь защищать, что-то будешь развивать и как-то идти в этом направлении. Мне кажется, это очень, очень нужная наука. Ну, конечно. Здесь море возможностей. Для кого-то это бизнес астрологии, да, бизнес сопровождения. Когда открыть, да, свой бизнес. И именно используя какие-то рекомендации. Вот, кстати, да, насчет бизнеса. Ведь многие, я знаю, у меня есть знакомые, которые обращаются к астрологам. У меня подружка в Киеве, ну, муж бизнесмен, да, и они без астролога никуда на самом деле. Потому что люди уже сейчас осознанно подходят не так, а рискну, да, потрачу деньги, вложу. А люди осознанно подходят к тому, куда вложить и что сделать, чтобы был, на самом деле, эффект и результат. Поэтому и у нас в городе, я знаю, многие обращаются к вам для того, чтобы вы все просчитали и все сделали. Вы работаете не только на Казахстан, вы работаете онлайн вообще по всему миру, да? Да, онлайн по всему миру, да. С России особенно. Да, ко мне обращаются. Да, с Украины, я знаю, вы работаете. Да, с Украины, да, обращаются, да. И здесь, например, бывает, люди не знают, да, свой точный, как бы, час рождения, то тогда ко мне приходит, мне приходит помощь знания нумерологии, знания хиромантии, либо знания того же чакра-анализа. Чакра-анализа – это такой метод, когда мы усчитываем врожденные емкости чакры. Да, чакры – это энергетические центры. И, исходя из этого, даем, опять-таки, характеристики. Человек делает проработки, да, например, финансовым, особенно, да, сейчас в последнее время обращаются. Это очень актуально. Это и деньги, это и здоровье, да. И когда мы даем, я особенно когда даю рекомендации, например, этой проработки по методу петахилинг, да, я являюсь инструктором петахилинга. То есть это подсознание, да, работа с подсознанием. Да, с подсознанием. Это тоже очень такой мощный инструмент, и в то же время очень серьезно, да, это же как бы ответственность. Вы владеете подсознанием другого человека, будем так говорить, да? Да, порой в детстве там многие травмы, да, детские травмы, да, психотравмы, да, они тоже накладывают отпечаток на жизнь человека. То есть человек может даже об этом не подозревать и не думать, да, вот откуда у него что-то не идет. А когда вы уже копаете, этот клубок разматываете, вы понимаете, собственно, в чем дело и начинаете прорабатывать. Да. И еще здесь я особенно еще назначаю эфирные масла. Опять-таки эфирные масла. Ароматерапия, да? Да, это ароматерапия. Потому что... Все интересно. И по карте, когда видим, да, в блоке вот эти убеждения, эфирные масла – это суть растений, и когда вдыхая аромат, мы напрямую воздействуем на нашу лимбическую систему, где хранятся наши воспоминания, да, в виде файликов и на наше физическое здоровье, да, как бы одним быстрым убьем, как бы несколько зайцев, если так сказать. Вот. То есть, к примеру, вот меня что-то беспокоит, вы там все сделали, прочитали и сказали, что мне подходит определенное масло, да, я там наношу его на определенные участки тела, чтобы был какой-то легкий шлейф, и это масло начинает работать, да? Да, конечно. То есть работать на энергию денег, на энергию, допустим, там, женской энергии, или там мужчине на энергию мужской энергии, да? Ну, так правильно я понимаю. Вот провожу даже ароматестирование, да, человек приходит тоже, опять-таки, с определенным запросом, проводим тестирование, находим ресурсное масло, и исходя из этих масел я составляю специальную смесь. И человек, применяя эти масла в течение 21 дня, да, именно такое время, да, нужно для, как бы, создания новых нейронных связей, и человек, как бы, корень меняется. Ну, наверное, вы знаете, что есть масло пачули, да, которое... Да, ведь вы сейчас говорите, а я вспоминаю, как-то я зашла в один бутик и уловила легкий аромат, и мне сказали, что вот, да, пачули работает на энергию денег. И девушка, сама хозяйка этого бутика, она говорит, ну, помажьте, значит, там, где-нибудь, где вам удобно, можете сумочку. И действительно, через некоторое время пришли, пришел заказ, пришло предложение, от которого я не смогла отказаться, то есть денежное предложение. Вот, и я сейчас, вот вы рассказываете, я начинаю, пазл начинает складываться. Ну, конечно, это и называется аромадизайн. Многие магазины, крупные торговые центры, и даже вот в Дубаях, они вот распыляют такие ароматы, и тем самым у них идет продажа, да, рост продажи. Вот. Слушайте, как все интересно. Да, это очень интересно, поэтому сейчас я открыла свою онлайн-школу, и я хочу помочь другим людям, да, обучаться. Вот даже сидя дома, да, и даже мамы, которые в декрете, они могли бы обучаться. Ну, конечно, я не скажу, что надо как бы все сразу, да, и потихоньку, потому что я тоже годами обучаюсь, развиваюсь в этом направлении. Хотя бы, например, начать с нумерологии, с чакроанализа, либо там пройти курсы по ароматерапии, да, исходя из этого, самое главное, здесь улучшить свою жизнь. Свою здоровье, свое настроение. Да, восстановить гармонию, да. А ведь гармония, я, знаете, всегда говорю, когда человек в гармонии с собой, у него всегда все получится. Вот так же оно и есть, поэтому гармония, это, мне кажется, первостепенно и первоначально. Да. От гармонии уже и настроение, и финансовый поток, и все-все-все-все-все. Да, когда человек уже гармония в себе, а вот, как говорят, да, познание мира начинается с себя. Да, согласен. Вот когда ты в гармонии с самим собой, есть, конечно, специальные медитативные техники, аффирмации, это тоже, кстати, я даю тем клиентам, которые приходят ко мне. А вот есть какие-то универсальные, может быть, вот как раз сейчас, дорогие друзья, будет замечательная возможность УАКу все это вам рассказать, ну, вот буквально вот какие-то парочки, давайте расскажем. Вот, посмотрите, медитативные техники даже вы можете Ютубе найти, да, даже вот медитативные техники Рейки, алиботитохилинг. И есть такие бинауральные ритмы, да, вы можете прямо найти. Как бинауральные ритмы, да. Друзья, запоминайте, бинауральные ритмы. Если вы будете слушать хотя бы день, минут 15, да, прям запишу, да. Тем самым вы улучшите структуру работы, структуру мозга, и тем самым уже меняется, да, ваше нейронное связи, да, восприятие. И человек сможет восстановиться, да, полностью. То есть, значит, что мы делаем? Слушаем бинауральные ритмы, да, медитация по Рейке, да. Да, Рейке. В общем, просвещение, да, друзья, будем просвещаться. Афирмации, это, наверное, которые все знают, и вот эти вот универсальные, да, это у меня все получается. Мы с очень времени говорим. Лучше, лучше, лучше. Я, например, я благодарю Бога за то, что... Благодарить надо, вот это я тоже знаю. Да, всегда заведите тетрадь с благодарностью. С благодарностью. Хоть что-то увидели сразу, и тем самым вы наращиваете свою энергетику. Уже через месяц вот вы другой человек. А вы знаете, вот, кстати, я с вами очень согласна насчет благодарности. Ведь многие люди действительно не умеют благодарить. Они не умеют благодарить то, что они вообще созерцают, видят, слышат, да, что вокруг них происходит, за людей, за поступки. Для кого-то это просто норма жизни. А вот для тех, кто благодарит, кто постоянно пытается найти позитив и находит, вот качество жизни улучшается. Это уже настолько просто проверенный факт. Поэтому, друзья, не забываем благодарить Вселенную, не забываем благодарить жизнь и не забываем благодарить все то, что у нас есть. Акуга Идарова, спасибо вам большое. Спасибо. За такую интересную беседу, за столько информации, за эти 15 минут, которые мы получили. Я желаю вам еще больше знаний, еще больше успехов, чтобы у вас все получалось, как и сейчас все получается. Спасибо. Спасибо большое. Дорогие друзья, спасибо, что вы все это время были с нами. Наша программа продолжается. Увидимся немножечко позже. Новое утро в эфире Первого городского. Сегодня мы говорим о том, чему научились в период пандемии. И, конечно же, не могли не пригласить сегодня к нам в студию, нашего старого знакомого, можно сказать, уже даже друга. Это Елена Игнатова, художник-дизайнер. Здравствуйте. Доброе утро. Елена, скажите, вот мы все-таки знаем вас больше как мастера по украшению, но теперь у вас есть какое-то новое увлечение. Давайте расскажите, пожалуйста. Очень такое красивое увлечение. Такое прям детальное, действительно, смотришь и думаешь, как это можно раскрасить? Говорю, это все вручную. Как это можно все сделать? Нет, это секрет. Думаю, что Елена расскажет сама. Ну, до карантина у нас была ярмарка, которая благополучно прошла с выставкой игрушек. Да, помню, помню. Кстати, не так давно прям телефон листала и вот как раз таки везла ярмарку. Хорошее впечатление. И как раз вот был пробный шар, были выполнены вот эти чайные домики. Это чайные домики? Это чайные домики. То есть такие декоративные, красивые. Для пакетиков, да, кто в офисах любит пить чай, или кто дома, может быть, не любит заваривать и хранит чайные пакетики, то вот как раз можно приобрести такой вот домик или сделать своими руками. Давайте покажем, да, вот так поближе. Друзья, смотрите, вот как раз. Вот так, оп, и все, и готово. Да, это лучше, чем когда стоит все это в пачках. Да, согласна, эстетично, декоративно. Крыша снимается и можно туда. Вот так вот. Да. А, вот он. А вот как раз сахар. Давайте я покажу тоже. Так, давайте камеру наведем. Кусочек сахара, который там. А где кусочек сахара? Да, это вот как раз из полимерной глины. В общем, вы обобщили два своих направления. Старое направление. Да, да, да. Да, немножечко так вот. Симбиоз такой получился. Точно. Скажите, обучаете ли вы своему мастерству и искусству? Как это проходит, онлайн или же оффлайн? До карантина я обучала компьютерной графике. Во время карантина, конечно, были уроки онлайн. Но у нас люди, конечно, предпочитают все-таки оффлайн. Поперегать по щупу. Поперегать и эмоции, когда человек, допустим, видит, и педагога, и там какое-то доверительное получается отношение, когда рядом экран монитора, конечно, он разделяет. Это однозначно, мы все за оффлайн, конечно же. И отвлекает в плане того, что это и телефон, это и монитор, это внимание и туда, и туда, и туда. Ну хорошо, а вообще можно обучиться онлайн? А вообще, вот как раз на этот вопрос, у меня новые предложения. С Ленарой мы на базе ее студии. Я приглашаю деток 4-5 лет в изо-студию и начальная школа. А вот выходные дни будут посвящены, ну там по записи предварительной, по определенной тематике. Это либо декорирование, либо декор интерьера, либо создание витража. Вот, допустим, Ирина, покажите, пожалуйста. Да, я с удовольствием покажу. Я еще думала, что это из фольги, но нет. Это витраж, ну то есть имитация витража, это роспись по стеклу, а фольга проложена для того, чтобы преломление и вот света… А фольга все-таки есть, да? Да, она проложена, да, между стеклом и задней частью вот раны. И вот такой вот эффект, то что как бы свечение идет, имитация вот что стекло… То есть на фольгу наносилось стекло? Нет, на стекле рисуется. А фольга просто подкладывается, дает фон. А фольга просто подкладывается. Все, я имею в виду на стекле, вот на этом стекле. На стекле нарисована, да? На прямой, ага. Скажите, как сейчас обстоят дела все-таки с украшениями, да? Как бы в период до карантина были всякие различные выставки, вы организовывали, участвовали, да? Пока мы в ожидании лучших времен. С чем сейчас занимаетесь? Вдохновляетесь новым видом творчества? Ну, в общем-то, я бы не сказала, что оно новое. Оно просто, даже не забытое старое, а просто отложенное до других времен. До лучших времен, да? Да. И вот, собственно говоря, сейчас вот я возобновила. Вот чайный домик… Ну, чайный домик вообще настолько это оригинально, настолько… Вот этот в стиле Прованса с лавандой. И сегодня утром я как раз вот создала пару дощечек разделочных, вернее, вот одна разделочная, а вторая, Сергей, пожалуйста, покажите обратную сторону этой дощечки. Это мерная дощечка. Это даже очень удобно. Вот это очень удобно. Очень актуально. То есть вот… Что там прописано у нас? Ты знала, что в одной ложке помещается 30 грамм сгущенки? Никогда даже не задумывалась. Я думаю, что этот день должен войти в историю твоих познаний. Да, да, да. Ой, у меня сегодня столько инсайтов, на самом деле, столько всего нового интересного. А это вы замеряли сами или это даст информацию? Ну, это уже такая доступная сеточка, которая гуляет из уст в уста, которая проверялась уже действительно на весах. Ну, мы вам верим, верим, верим. Скажите, пожалуйста, тут какая техника? Как вы разрисовывали, расписывали? Здесь техника декупаж. А у тебя есть декупаж, да? Это декупаж, да. Берутся либо декупажные карты, которые продаются в магазинах рукоделия, либо берутся салфетки. Вот я именно из салфеток. Да, ну, я не останавливаюсь на том, чтобы просто приклеить салфеточку, я еще где-то прорабатываю, ну, делаю небольшую ручную роспись. Ну, вот, допустим, домик с маками, он тоже был... Это ручная роспись? Нет, это вот в основе была салфеточка декупажная, ну, и еще добавлена ручная роспись и декорирование, то есть вручную вот нарисованы там кирпичики, веточки какие-то. Это колоссальный труд, это колоссальная работа, это сколько творчества. Ну, и вот как раз на мастер-классах для взрослых или для старших школьников как раз можно попробовать вот такие различные... То есть если я, к примеру, никогда не держала кисть в руках, я могу что-то наподобие сделать, да? Можно, да. То есть я могу сказать, что я после этого, ой, я талант. Таланты все, просто у некоторых спят способности. То есть на мастер-классе все это можно сделать. А саму форму вы вырезаете сами, либо готовые? Нет, я готовые приобретаю. То есть есть такие. Для мастер-класса, я думаю, что все-таки можно будет прийти со своей какой-то интересной дощечкой, просто выбрать... У нас есть магазины распродажи, да, там все по 350. А, то есть в магазинах все это доступно. Да. А, вы имеете в виду про такую дощечку? Да, просто дощечку. А если домик, например? Ну, а домик, это та же технология, вы просто придете на мастер-класс, посмотрите технологию. Захотела, узнаете, не придя на мастер-класс. Вот Ира. Узнаете технологию и уже потом сможете декорировать техники декупаж или любые баночки для сыпучих и так далее, и так далее. То есть вазочки всевозможные, которые как бы для вашего интерьера не подходят. Бутылочки очень интересной формы можно декорировать и расписывать витражными красками. А, допустим, какая-то форма бутылки очень понравилась, выкидывать жалко, но в таком виде, в каком она есть, ну, после какого-то там напитка, ну, просто вот как бы неинтересно использовать. Ее можно либо декорировать витражными красками, либо можно там жгутом, ну, то есть технологии и техник очень много. Да, очень много. Главное было бы желание, да? Да. Ну, вот вы как дизайнер, вы четко сразу видите, что из чего можно использовать, и плюс как художник вы этому способствуете. Я иногда захожу в магазины продуктовые, ну, типа анвародины, и там где-то овощные какие-то заготовочки на баночке очень интересные, и я сразу уже вижу, какая у нее будет следующая жизнь. Это же здорово, когда, да, свой интерьер можно вот так украсить. Елена, у нас для вас есть сюрприз от нашего нумеролога Ленары Аблокировой. Давайте посмотрим, что она думает о вас и о вашем творчестве. Дальше вернемся и обсудим, как вы относитесь к цифрам. Очень интересно. Давайте посмотрим. Доброе утро, дорогие телезрители. Сегодня мы с вами поговорим об Игнатовой Елене. Все мы ее знаем прекрасно. Если в городе у нас проходит выставка прикладного искусства, то, конечно же, все мы можем узнать через нее. Когда же родилась она? 6 января 1972 года рождения, что говорит о ней уже дата рождения. 268 код, который содержится уже в дополнительной строке, и он говорит, что это люди бизнеса. Да, может быть, сейчас Елена улыбается, и наверняка она в недоумении, как это. Но есть такие цифры, есть такой код, и, возможно, он еще до сих пор не задействован. Есть о чем подумать, и, может быть, в этом направлении тоже попробовать себя. Потому что в дате есть код такой, вы можете его использовать. Ну, конечно, глядя на саму таблицу Пифагора, говорить о замечательном золотом характере, который содержит и огонь, и воду, который помогает ей понимать очень хорошо людей, добиваться своих целей. Конечно, это все есть у нее, и это очень общительный, легкий на подъем человек. Но откуда же это умение что-то творить руками? А все сказано в дате рождения. И в таблице Пифагора всегда все видно. Комбинация, вернее, уже в самом, на самой дате, рождение заложено комбинацией золотые ручки. Вот откуда все. То есть, все, к чему не притронется рука Елены, все будет гореть, пылать и, конечно же, будет пользоваться спросом. То есть, божественная энергия проходит через ее руки. Если это будут какие-то поделки, то это будут необычные поделки. Если вдруг вы себя захотите попробовать в кулинарии, то у вас будет это великолепно получаться. И это одно из направлений, которым вы можете тоже задействовать, попробовать для себя новый какой-то бизнес. Торты, выпечка и так далее. Если вы займетесь массажем, то у вас тоже будет это все прекрасно получаться. То есть, любая профессия, которая будет у вас идти через руки. Возможно, в детстве вы играли на музыкальных инструментах. Или же вы мечтали всегда попробовать, но сейчас есть такая возможность. Теперь, услышав об этом, нужно задействовать обязательно руки. У кого в таблице Пифагора есть две шестерочки с комбинацией золотые руки, это те люди, которые могут красиво еще рисовать. То есть, все, что связано с руками, любая деятельность, любая профессия, она вам, как говорится, по зубам. Что хотелось бы еще сказать. Если вдруг кто-то вам сделает замечание, то можете не беспокоиться. Потому что Елена адекватно отреагирует. По самооценке у нее норма, и она спокойно всегда относится к критике. Что бы вы ни говорили. Что еще хотелось мне сказать о нашей Елене. Что этот год, 2020 год, это год цифрового взаимоотношения. То есть, в этом году вы можете налаживать новые какие-то партнерские связи, сотрудничество. Можете объединяться в какие-то компании. И действовать именно сообща уже в команде. Это год дружбы. Год успешный. Особенно для тех, кто умеет работать в команде. Также этот год хороший для обучения, для учебы. Если вдруг вы все-таки захотите попробовать что-то новое для себя. То именно в этом году это очень благоприятно. Если говорить об украшениях, которые вам подходят. То это бриллианты, сапфиры, белые цирконы и белые турмалины. Ну а если говорить о любимом, красивом, благоприятном цвете. То это белый, голубой, розовый и желтый подходит вам по дате рождения. А также мне хотелось бы, конечно же, в первую очередь сказать о том, чтобы Елена сейчас задумалась. Потому что по графику жизненных сил у нее идет подъем. И сейчас в свои, получается, 48 лет она поднимается к пику, который будет достигнут в 49 лет. И мне, конечно же, хотелось бы, чтобы что в голове было задумано, какие были идеи, но откладывались на потом, чтобы она обязательно этим воспользовалась. Потому что сейчас для этого все есть. Все ваши цели будут более быстрее достигнуты. Поэтому не сомневайтесь в себе, действуйте. И я думаю, что вы обязательно добьетесь успеха. Ну что, посмотрели? Прекрасный, прекрасный, думаю, комплимент от нашего нейролога. Да, да, я не сияю. Скажите, пожалуйста, сошлось ли? В общем-то, сошлось. Даже я одну интересную вещь сейчас вам расскажу. Когда я сейчас ехала в студию, мне дали бенетик. Ну, я такая хотела его выкинуть. Потом по старой доброй детской традиции я посмотрела. В десяточку. Две десяточки. Да вы что? Счастливый. Ну, здорово. Даже в таких мелочах, да? Ну, Ленара все, мне кажется, озвучила. Так как, если что, руки у вас золотые, это однозначно. Лена, скажите, хотели бы приобрести какую-нибудь новую профессию или же специализацию, если да, то чем бы хотели заняться вообще? Ну, помимо того, что, как вы говорили, что были и тортики в девяностом, комментировали. Да, были тортики, да, в девяностые, когда... Вы, в смысле, пекли их или продавали? Я пекла и сдавала в магазин. Когда было очень, ну, были очень сложные времена, я их сдавала в магазин. Не посильно было людям купить целый торт, но продавцы нашли выход. Они из тортика делали пирожные. Были счастливые дети. Здорово. И были счастливые мои дети, потому что мы тоже могли что-то другое приобрести. То есть, Ленара, до чего бы вы не прикоснулись, да, вот ваша энергетика, ваше умение, талант, ваши золотые ручки, все обращают во что-то очень такое чудесное и классное. Ну, наверное, это еще и имя, но вы имя не заложено. Ну, имя, да, и плюс талант, это однозначно, потому что если мне не дано печь тортики, то я даже не буду пробовать. Ну, так вот. Наверное, не буду. И, ну, имя, Елена, считается свет, да, наверное, вот в этом Ленаре тоже это право, да, что и звезды, и нумерология, и имя, и, наверное, вот все сошлось в сегодняшний день. Спасибо, что вы это утро провели в нашей компании. Спасибо, что залетили нас и всех телезрителей своей такой лучистой энергией. Приходите к нам почаще, вам творческих успехов и, конечно же, новых увлечений. И мы думаем, что в следующий раз вы к нам придете уже с каким-то другим совершенно новым проектом, где будет все и полимерная глина, и декупаж. Вот, Сереж, вот прям буквально две секундочки, я сейчас тебе перебью. Ты хочешь померить браслет? Я хочу. Тебе отдать с маками или с... Да, и какой-нибудь, который прям на тебя смотрит. Коммунечная композиция. Смотри, вот. А вот этот браслетик, он роза еще и светится в темноте. Вот так. То есть я не потеряюсь, да, к примеру, если у меня вот такой браслетик? Отлично. Друзья мои, в общем, смотрите, сколько всего нужного и интересного. И самое главное, что это всегда очень оригинальный и изумительный подарок, который останется на долгие-долгие годы. Леночка, спасибо вам огромное. Спасибо, что вы были сегодня с нами, рассказали, поделились. Сережа прав абсолютно, что вы зарядили нас своей энергией, своей улыбкой. И пускай у вас все будет хорошо, и, дорогие друзья, у вас у всех все будет тоже, пускай, замечательно. Утро в самом разгаре, дорогие друзья. Увидимся буквально через пару мгновений. На этом мы прощаемся с вами, но хотели напоследок напомнить, что в связи с тем, что многие участки дорог по-прежнему ремонтируют, будьте аккуратнее на дорогах. Ну, если вдруг у вас на дороге произошел какой-либо форс-мажор, вы знаете, где можно приобрести лобовые, боковые и задние стекла из Европы, России и Китая. Это компания Nordglass Act 2B. Акция. На лобовые, задние и боковые стекла европейского и японского производства действует скидка 10%. Профессиональная установка с гарантией акции скидки. Лучшие цены по городу. Работает Каспи Рэд. Адрес Аярмарка Автолад, вход номер 3, бутик 408, а также проспект 312 Стрелковой дивизии, 24А, магазин Nordglass Act 2B. Телефон для детальной информации 8701 724 3026. Ну что, друзья, спасибо, что это часы провели в нашей компании. Хорошего вам дня и успешных-успешных начинаний. До встречи на Первом городском. Редактор субтитров А.Семкин